Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Мы продолжаем разведывать для вас, так сказать, интересные рецепты из разных уголков мира. Если вы смотрите наш туристический канал, то наверное обратили внимание, что мы вернулись из Галичины, а именно из славного города Львова. И вот мы привезли оттуда несколько рецептов, но самый мощный рецепт, он реально мощный. Лариса сказала, да, ничего сложного. Самый мощный рецепт это львовский сырник. На самом деле львовский сырник это вовсе не то, что вы привыкли, и я привык подразумевать. Мне как-то сказали, ты когда будешь во Львове, вот в каждой кофейне готовят там львовский сырник, это очень круто, и вот в каждой кофейне, в каждом заведении его готовят по-своему. Они стараются, чтобы он чем-то отличался от других, был несколько эксклюзивный. Я же представляю себе этот блинчик-сырник, ну как вы все привыкли сырник, думаете, что там может быть эксклюзивного. В общем, зашли мы в одно кафе, заказали львовский сырник. Приносят нам такой красивый, офигительно пахнущий тортик. Я говорю, это что, сырник? Да, говорят, сырник. Ладно, я думаю, что в этом кафе я подумал, ну просто не знаешь, что такое сырник, и мы попали туда, где нас сошли за туристов лохов, и подсунули нам вместо львовского сырника какой-то обычный торт. Идем в другое кафе, на следующий день заказываем львовский сырник. Приносят тоже тортик, но совершенно другой. В общем, друзья, львовский сырник это очень крутая сладость. Конечно, тут ингредиентов, его будет готовить Лариса, я честно признаюсь, я умываю руки от этого. Лариса говорит, ну приготовь тесто, ты шумеешь. А я смотрю вот на это, у меня глаза разбегаются, начинается паника, и остаток волос на голове шевелится. Так вот, обалденно классный десерт, который мы для вас воспроизвели и сейчас приготовим. Львовский сырник, вернее, рецепт львовского сырника состоит из трех основных аспектов. Первый аспект это основа, второй аспект это сырное наполнение и третий это топпинг. Вообще, текстовый рецепт и полное описание всех ингредиентов вы найдете в описании видео. Это же видео, 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 что-то меня заклинило на видео. Этот материал, который вы сейчас смотрите, ладно, так может будет без повторений, он является такой, опять хочу сказать, видеоинструкцией по приготовлению львовского сырника. Итак, мы взяли размягченное сливочное масло, добавили сахар, все это поместили в миксер и перемешаем для начала. Через минутку добавим туда яйцо и еще минутку перемешаем до получения однородной массы. При того, как яйцо, масло и сахар перемешались, потихоньку вводим муку. Как вы уже догадались, для основы сырника мы готовим обычное песочное тесто. Постепенно вводим муку и вымешиваем. Какое, Малорис, крутое должно получиться? Очень крутое. У нас будет самое крутое тесто. В результате у нас получилась вот такая вот мучная крошка. Ну, заготовка для песочного теста. Сминаем получившееся песочное тесто в колобочек. Заворачиваем колобочек в стрейч и отправляем на полчаса в холодильник. А пока займемся сырной частью. Для творожной начинки нам понадобится творог. Желательно, чтобы творог был домашний, да пожирнее. Если нет возможности купить домашний творог, то используйте магазинный, но минимум 9% жирности. Надо, чтобы он не был жидкий и не был крупинками. Вот такой, как вы видите сейчас на экране. Творог протираем через сито для того, чтобы наша начинка для сырника была воздушная и вкусная. А подними, покажи, как получается. Чтобы мы долго... Вот такая вот штука у нас получает. В полученную творожную крошку отправляем подтопленное сливочное масло и порцию сахара. Начинаем вымешивать это все с помощью миксера. Через минутку вымешивания добавим ванилин. Ванилин или ванильный сахар. Вот я всегда удивляюсь, почему он ванилин? Он же пахнет. А слово такое ванилин. Должен вроде и вонять. Да, и вбиваем по одному яичный желток. Белки отделяем в емкость, в которой мы сможем потом их взбить миксером. Желтки вбиваем именно по одному. Вбили один, размешали. Затем второй. Опять перемешаем. И точно так же через некоторое время третий. То есть перемешиваем буквально по полминутки. Следите за тем, чтобы вся кухня у вас была в брызгах от сырника. Это обязательное условие при приготовлении львовского сырника. Без этого не обойдется никак. После перемешивания третьего яйца в сырной начинке должно быть все. Вся кухня, оператор, камера, штатив и немножко объектив. После этого можно внести крахмал и еще полминутки перемешать. Все условия приготовления сырника выполнены. Я понимаю, почему его не готовят на обычных кухнях, а готовят только во львовских кафе. Потому что мне уже страшно. Вмешиваем лимонную цедру. И в нашем случае мы сушеную клюкву вмешиваем. Можно вмешивать цукаты, можно изюм, можно нарезанные сухофрукты, например, курагу и финики. Это уже на ваше усмотрение. Я только что попробовал эту сырную массу, друзья. Это такой кайф вообще. Она такая вкусная. Я вам передать не могу. Вообще у нас приготовление сырника сегодня получается веселое. Ну и как сам сырник, наверное. Теперь взобьем яичные белки до состояния такого безе. Они должны получиться пенкой, прямо аж с пиками вытягиваться так. Следите за тем, чтобы емкость, которую вы взбиваете, и детали миксера были сухие. Иначе белки, как утверждает Лариса, не взобьются. Итак, поехали. Примерно через 5 минут белки взбились. Получилась вот такая вот воздушная масса. Ух ты, класс какой. Аккуратненько. Лариса утверждает, что надо это делать аккуратненько. Выкладываем белки в нашу сырную начиночку. И перемешиваем. Ну аккуратненько, я так понимаю, чтобы получилось воздушное. Чтобы сейчас взбитые белки не растолочь обратно в обычное яйцо. Вот так вот действуем, друзья. Простите, пожалуйста, за то, что мы много смеемся. Но этот сырник, мне кажется, очень веселый рецепт. Но поверьте, он такой же вкусный, как и веселый. Получилась вот такая вот изумительная штука. И когда перемешиваете, следите, чтобы белочек взбитый полностью вмешался в сырную массу. Чтобы не осталось вот таких вот, как видите, белесые скопления немножко еще заметны. То есть он должен перемешаться совершенно однородно. Для того, чтобы наша сырная начинка тоже получилась однородная. Если мы оставим где-то неразмешанную вот эту белковую штуку, то внутри сырника получим кусочек безе. Ну, что тоже будет прикольно. Для запекания используем разъемную форму для тортов. На дно формы застелили пергамент для запекания. Лайфхак от моей бабушки, если можно так сказать. Когда не было таких форм в годах 80-х, бабушка использовала для выпекания тортов баночки от селедки. Помните, в таких круглых плоских коробках? Ну, люди моего поколения наверняка помнят, молодежь уже не помнит. Продавалась селедка. Так вот, моя бабуля пекла в таких формах торты. Распределяем песочное тесто ровным слоем, где-то 5 мм, по дну формы для запекания. Вот так вот, тоненький слой теста, как я уже сказал, 5 мм, толщиной с печенью. Равномерно распределили по донышку формы и отправляем в духовку при температуре 180 градусов на 15 минут. Через 15 минут наша основа готова. Извлекаем ее из духовки и даем остыть до комнатной температуры. После того, как основание полностью остыло, переложим в форму для запекания творожную массу. Друзья, она такая вкусная. Это просто... Я тут на нее совершил набег, за что от Ларисы получил по рукам. В общем, будет немножко меньше сырной массы. Но в рецепте будут точные пропорции. Я вам обещаю, аккуратненько по шпателечкам или любым другим доступным способам выравниваем верхнюю поверхность нашей сырной массы. Отправляем сырник на запекание в духовку. Температура 180 градусов. Включены верхний и нижний тен. Будем запекать ориентировочно 50 минут. Мы засекаем время. Наша задача, чтобы верхняя поверхность сырника зарумянилась. Мы включим сейчас секундомеры и точно скажем, в какое время, ну через сколько времени он будет готов. Но в любом случае покажем, как определить его готовность. Через 50 минут, вот ровно 50 минут у нас ушло времени, приготовление закончено. Выключаем духовой шкаф и даем сырнику отдохнуть в духовке в течение часа, чтобы он плавно остыл до комнатной температуры. Часа полутора. После этого отправляем его на ночь в холодильник. А завтра утром приготовим топпинг и будем дегустировать. Пока сырник остывает, приготовим помадку. Для этого растопим масло в кастрюльке или в сотейничке. В общем, в любой удобной штучке. Пока масло растапливается, смешаем сахар с какао. Отправляем готовую смесь, растопленное масло. И размешиваем до полного растворения. Сюда же отправляем сметану. Все это хорошенько размешиваем и доводим до кипения. Буквально это займет полторы-две минуты. Закипит очень быстро. У нас должен получиться совершенно однородная паста. В процессе закипания помадку постоянно помешиваем. Если вдруг она у вас возьмется комочками, но не получится вот такой вот однородности, можно добавить еще ложечку сметаны. В результате должна такая совершенно однородная получиться шоколадная масса. Охлажденный сырник извлекаем из формы. Очень удобно пользоваться именно разъемной формой. В процессе остывания сырник уменьшился в высоте и отстал от краев. То есть никаких проблем у вас, если все правильно вы запекали, возникнуть не должно. То есть он не должен никуда не прилипнуть, не пристать. Теперь украсим чизкейк шоколадным топпингом. То есть можно это делать либо просто вот так вот, как делает Лариса, либо использовать кулинарный пакет или какой-нибудь кондитерский шприц на ваше усмотрение. То есть наша задача сейчас сделать, как бы, вот этот вот покрыть чизкейк. Да что ж чизкейк? Покрыть сырник. Какой же он чизкейк? Это настоящий львовский сырник. Покрыть львовский сырник хорошим таким слоем вот этой вот шоколадной помадки. Пока шоколадная помадка не застыла, можем украсить сырник. В нашем случае используем толченые грецкие орешки. Можно также использовать цукаты, ну вообще абсолютно можно ягоды какие-нибудь использовать. Например, свежую малинку, клубничку или, к примеру, сухофрукты. Ну, в общем, тут на вашу фантазию. После того, как сырник украшен, отправляем его в холодильник еще на полчасика, чтобы топпинг застыл. После того, как львовский сырник остыл, можно его продегустировать. Сейчас покажем, что у нас получилось. Выходи, сырничек. Опа! Друзья, крупный план, как обычно. Вот такое вот замечательное, красивое и нежное пироженка получилось. Называется львовский сырник, знакомки. Итак, друзья, львовский сырник, за качество которого соревнуются практически все кофеи нечего. Давайте попробуем, что за зверь такой. Божественно! Реально божественно! Ну, на самом деле, вся эта штука очень похожа на чизкейк. Но все-таки он имеет какую-то свою изюминку, свою особенность. За счет тех ингредиентов, которые мы добавляли в творог. И за счет температуры запекания чизкейк делается при более низкой температуре, а сырник при более высокой. Ну, реально сырник очень вкусный. Просто потрясающе нежный, классный, сочный. Вот, знаете, как в чизкейке бывает такое, что приготовить чизкейк, в нем сырная часть творожная, она сухая просто. И теряется весь кайф. Я думаю, что здесь тоже вот та же изюминка, чтобы он был именно сочный. Чтобы вот эта вот творожная начиночка, чтобы она была такая сладкая, с кислинкой от цедры. И вот сочная на вкус, приятная. Очень классный получился. Я бы побольше, конечно, изюма туда нафигачил бы. Вот мы добавили этой клюквы сушеной, но я бы еще такое же количество изюма. Но все зависит от ваших предпочтений. То есть, как я говорил, можно и цукаты, можно и сухофрукты добавлять. Все равно будет вкусно. Друзья, с удовольствием вам представляем украинский, галицкий, львовский десерт, львовский сырник. Такой штуки, кроме как во Львове, вы не попробуете нигде. И, конечно, во Львове, если вы будете там в любой кофейне, вы можете заказать, попробовать и сравнить с тем, что мы с вами приготовили. Ну, я тут с чайком, а вообще львовяне, вот у них мацион днем. Львовяне пьют кофе не так, как, допустим, мы киевляне. У них совершенно другая традиция. Они приходят в кафе, заказывают чашечку кофе и сидят за этой чашечкой, там, 40 минут, час, болтают, читают новости. Ну, вот у них мацион. Мы пьем кофе быстро. Быстренько чашечку кофе выпил и побежал. Ну, жители столицы, приготовьте львовский сырник, вам понравится. И наверняка вы удивите своих родных и близких, подав такой десерт к праздничному или просто к воскресному столу, к воскресному ужину. Будет классно, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. А мы с Ларисой снимем для вас еще парочку рецептов с Западной Украины, в частности с Галищины. Всего доброго, пока!